Владимир Новиков – талантливый актёр, которому удаются разноплановые роли. Он был милиционером, чиновником, вожатым, вором и первым лицом государства. Новиков снимался во многих фильмах, но наибольшую славу принесла ему картина «Государственная граница», где он выступил в роли пограничника. За эту работу он получил первую премию КГБ. Как же складывалась личная жизнь такого обаятельного и харизматичного актёра? Первый брак актёра был студенческим. Его избранницей стала художник-юведир Екатерина, которая так и не смогла принять специфику его деятельности. Сразу после свадьбы он улетел на гастроли, а жена провела медовый месяц одна. В течение двух лет он постоянно разъезжал по стране, соглашаясь на любые предложения, и семья в итоге распалась. Его будущая вторая жена работала в торговле, познакомились они у театра на Малой Бронной. Елена ранее была замужем за сотрудника НКГБ и одна воспитывала трёхлетнего сына Андрея. Через год отношений Владимир сделал ей предложение, а на бракосочетание явился в белом костюме, чем восхитил невесту. Надо сказать, что за все 26 лет отношений Владимир ни разу не признался ей в любви, так как ему казалось, что это заезжено. Об этом он потом пожалел. В семье не появилось общих детей, так как у Елены были проблемы со здоровьем. Всё внимание не уделяли её сыну. Елена смирилась с частыми отлучками мужа на съёмки и гастроли. Они перезванивались, но когда он возвращался, она предъявляла ему обвинение в неверности. Актёру доводилось сниматься и встречаться с различными красивыми актрисами. Он даже знаком с Джиннелла Лабриджидой. Владимир признавался, что некоторые актрисы вызывали его интерес, но он не переступал уровень дозволенного. Однако слухи о его романах распространялись, и жене трудно было это всё принять. А после съёмок «Государственной границы» Елена приревновала мужа к его партнёрше Людмиле Нильской. Владимир не захотел оправдываться и просто предложил расстаться, в душе надеясь, что супруга откажется. Однако этого не произошло. Наоборот, она сразу подхватила эту мысль, и они развелись. Бывшие супруги всё равно продолжали общаться по телефону, а через полгода поняли, что решение было поспешным, и помирились. В ЗАГС Владимир явился опять в белом костюме. Ссоры случались не только на почве ревности, и за любой мелочи, вроде того, какую передачу смотреть по телевизору, мог раздуться большой скандал, который служил поводом для очередного развода. А потом это стало уже своеобразной забавой, так как супруги знали, что в конце концов они опять будут вместе. Причём они стали отмечать эти события с друзьями. В ЗАГСе пару уже узнавали и регистрировали их отношения одним днём. Таким образом, они 15 раз успели пожениться и 14 раз развестись. Супруги были верующими людьми и прислушались к словам священника, который посоветовал им обвенчаться, чтобы положить конец этой игре. После Таинства в 2008 году они стали более спокойными и научились идти на компромиссы. Супруги приобрели домик в Сергиевом Посаде возле храма, и ничто не нарушало их идиллию. Однако через год у Елены неожиданно поднялось давление и произошёл инсульт, который унёс её жизнь. Владимир тяжело перенёс это время. У него исчез смысл жизни, и только работа его как-то отвлекала. Чтобы избавиться от душевных переживаний, он решился сжечь все совместные фотографии, хотя этот поступок дался ему трудно. Позже актёр признался, что сейчас он не один, и у него есть женщина, которой он благодарен за то, что она изменила его судьбу. Сейчас Владимир Васильевич продолжает сниматься в кино и играть в театре. Также он устраивает творческие встречи, на которых читает как свои стихи, так и классиков. 21 декабря прошлого года актёру исполнилось 69 лет.